Праздничный концерт по случаю 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны Таганрожца Вадима Михайловича Тернового прошел прямо во дворе многоэтажки, где проживает виновник торжества Песню «Катюша» для него исполнил личный состав 708-го военно-транспортного полка А еще в этот день Вадим Михайлович получал многочисленные поздравления Ветерана с юбилеем поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев Его заместитель Артем Хохлов приехал в Таганрог и вручил юбиляру почетную грамоту губернатора И подарок – телевизор Меня переполняет чувство гордости, энергии, которую эти ветераны дарят нам, которые делятся с нами У нас сегодня на Дону проживает 605 фронтовиков И сегодня у одного из них, у Тернового Вадима Михайловича день рождения Он празднует сегодня шикарную дату, это вековой юбилей Мы приехали его поздравить, вручить ему почетную грамоту губернатора Мы пожелали ему крепкого здоровья Попросили его пригласить нас на следующий свой день рождения Он прошел славный боевой и трудовой путь В 1939 году был признан на службу в Красную Армию Прошел весь фронт и в 1966 году мобилизовался А в 1976 году приехал жить в город Таганрог 67 лет, трудовой стаж его Он очень активно занимается патриотическим воспитанием молодежи Мы ему желаем крепкого здоровья Чтобы его работа в этом не останавливалась И он помогал нам правильно воспитывать нашу молодежь В гости к ветерану в этот день пришли и глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий Председатель городской думы, глава города Инна Титаренко Представители предприятий и ветеранских организаций У нас в городе есть живой пример Каким должен быть человек Потому что, к сожалению, таких людей больше не делают Для меня было удивительно, когда... Я не знаю, есть ли такие примеры, нет Когда человек два раза в жизни сдавал нормы ГТО Если я не ошибаюсь, то в 1937 году и в 2017-2017 Спасибо вам за восприятие Дай Бог вам здоровья Вы ждите на следующий юбилей Вадим Михайлович Терновой Человек с удивительной судьбой Сам он родился в Грузии Еще будучи курсантом военного училища связи Попал на войну и прошел ее до конца За особые заслуги был отмечен многочисленными наградами В армии, значит, я служил, по сути дела Опять в Белиси, в Закавказский фронт Южный фронт прошел там Ну, вот это, как говорится В армии я прослужил 29,5 лет Ну, всякое бывает, как говорится, в жизни Побывал в Коготью-Гуму Присутствовал на первом параде Но не в качестве участника парада А в так называемом охранении То есть стоял как раз на углу Гума Против Спасских ворот Видел выезд Жукова Встреча с Рокосковским В общем, все вот эти мероприятия прошли В Таганрук Вадим Михайлович Тернобой попал в 1976 году В мирное время продолжал работать в сфере связи Был инженером До 2006 года работал в НИИ связи Поздравить ветерана в этот день В отбор дома вышли все соседи Вадима Тернобова Которого они ласково называют Наш дедушка И отмечают, что даже в свои сто Он не потерял бодрость духа Все так же, как и раньше Совершает дальние прогулки с любимой собакой На досуге пишет книгу воспоминаний Уже готово более 70 страниц Бодро рапортует юбиляр И делится секретом своего долголетия Поделитесь секретом бодрости вашего духа Ну я вам скажу такую вещь Что особенно пенсионерам, которые выходят Когда вы ходите на пенсию Не замыкайтесь в жизни А наоборот Начинайте интересоваться всем Что до этого не пришлось по времени Связанность работы и прочее У вас в воду много времени Интересуйтесь всем Некоторые говорят, как? Я говорю, очень просто У тебя библиотека есть? Книги? Есть Я говорю, ты читал? Да Я говорю, только возьми заново Перечитай свою библиотеку И ты совсем, я говорю, по-другому почувствуешь И главное, я говорю, не отрывайтесь от людей Заместитель губернатора Артем Хохлов Пообещал ветерану Оказать содействие в издании Его книги воспоминаний А концертная программа для юбиляра Была продолжена Песни военных лет для него Исполнила фронтовая артистическая бригада Солдаты Победы Солдаты Победы Солдаты Победы Видеть мог паренек На окошке на девичье Все горел огонек Солдаты Победы Солдаты Победы